Выглядая. Дякую. На снеданок. Чай або кава? Ну, в принципе, и чай, и кофе могут быть. Почему? Потому что все-таки там есть кофеин. Кофеин – стимулятор обмена веществ. Если мы используем небольшую дозу, грамм 50-70, то можем использовать перед едой как аперитив. Но здесь может быть немножко сахара, и ни в коем случае не сливки, потому что это уже тогда будет прием пищи. Вот. Или не молоко. То есть можно использовать небольшую дозу как аперитив. После этого все-таки белковый завтрак. Я почему переношу молочные, кисломолочные продукты не на завтрак даю, а на вторую половину дня? Просто максимум выведения кальция с 10 до часу дня. То есть когда женщина все-таки пытается сбросить вес, у нее есть намек на остеопороз. Потому что это больше синоним к женскому полу. И если мы даем белую рыбу, белое мясо какое-то перед сном, 4-5-6 часов на переваривание. 4 часа переваривается молоко. 5-6 часов белое мясо. То есть это срок, когда человек после ужина обязан находиться в вертикальном положении. Понимаете, то есть тут, вот я поэтому стараюсь в большей степени ломать, менее демократичен к людям. То есть я стараюсь поменять все-таки более радикально их образ жизни. Нагрузил белком первую половину дня, на вечер сделал более таким постным, то есть какие-то творожок, что-то блюдо из творога, из каких-то молочных продуктов, кашки какие-то могут быть. Но просто так лучше организм переваривает. Почему? Потому что если есть ожирение, действительно патология суставов, подагра, если человек обильно питается, то подагра, он, скажем так, болеет чаще всего. Поэтому пытаюсь сберечь их суставы. Потому что белковая токсин, белковая пища не переварилась полноценно, возникает проблема. У нас, ну, есть у меня такая система СССР, туда входят три буквы С, это разные виды вещи, а это не в целом питании. Вот. У нас, в любом случае, у нас есть ожирение, особенно мученные, коммерческие, там, 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 там. Резко. У меня не может включить буквы, с этим концептом, что белковой пищи. То есть возникли проблем. Терпо. Женщины-профио в этом плане. У них, нужно смотреть за если большие тени как а в покое почему физически тут ну там кин метр то какой тренажер и и а это крайне самый длинный метрополитен это 5 грамм ткани и все вы сказали что каву лучше пить без молока мы знаем некоторые женщины пьют каву с молоком мы знаем, что за допомогу, если каву пить без молока то вымывается кальций конечно, там чавельная кислота есть безусловно и в чай, в кофе есть чавельная кислота при контакте с кальцием образуется нерастворимый в воде салат кальция и в лучшем случае, если с молоком он идет по кишечнику, просто чавельная кислота не попадает в организм если без молока она попала в кровь, там кальция есть всегда и в виде оксалатов кальция в почках либо просто потеряли с мочой ну, в виде сезона обострения солевого диатеза там, циститик обострился уже